Друзья мои, всем привет! Мы с вами сегодня совсем в новом магазине. Я здесь еще ни разу не была. Уехала вообще черт не знает куда из своего, так сказать, населенного пункта. Чем дальше Торонто, тем больше и лучше улов. Я надеюсь, что мне здесь не будут делать кожу морду, что я снимаю. Не знаю, что у нас будет за удача сегодня. На витрине ничего особенного нет. Посмотрите, вот первое, что я здесь нашла, это такие интересные бусы. Это от бренда Chicos, который, в принципе, у нас довольно неплохо ценится. И он современный. Это не винтаж, это, конечно, все пластик, но интересные какие-то здесь такие монетки. Очень интересное колье. Я его положу в свою тележку, а там мы посмотрим, подумаем. Так, вот какие-то интересные буши из стекла и камней. Но, по-моему, это самопал. Где-то наверху мне показалась вот здесь интересная брошка за 5 долларов. Но мне кажется, она современная. Мне кажется, что маркировок у нее никаких нет. И ничего особенного она из себя не представляет. Вот тут рядышком висит, например, за 4 доллара более интересная вещь. Явно винтажная. Я ее положу в тележку. И под ней же рядом висит вот такая вот. Тоже за 4 доллара под дамаскин. Дамаскин. Я вот всегда путаю, знаете, дамаскин под дамаскин. Мне написали, как отличать. Я думаю, что это, конечно, под дамаскин. Тем более, маркировок Испания нет на ней. Но брошь интересно. На витрине я увидела там под стеклом очень много красивых вещей. Но они очень дорогие. Я думала, что все-таки в таком отдалении от цивилизации, куда я забралась, цены будут пониже. Но нет. Но нет. Цены по-прежнему... Цены тоже немаленькие здесь. Я вижу, что украшений здесь просто больше. В принципе, больше, чем те места, куда я езжу. Смотрите, какая из кожи красивая брошь. Ну, это, по-моему, какой-то самодел. Но очень красивая, правда, кожа или кожзаменителя. Но я не буду ее, наверное, брать. Так, я вижу очень симпатичные клипсы за 8 долларов. В общем, цены такие же, как тот магазин, куда я хожу. Это явно винтажные клипсы. Все бусинки на месте. Маркировка Эйвон. Цена немалая. А, жемчужинка потеряна вот ведь. Тогда мы не берем. Здесь есть рядышком интересная брошь. За 5 долларов. Мне кажется, что это винтаж. Я вижу, что уже кто-то здесь прошелся. Судя по заданным этикеткам, значит, кто-то уже искал маркировки. Сегодня, тем более, суббота. Это не самый лучший день. Просто этот магазин так далеко, что в другое время у меня нет возможности сюда поехать. Я ее потом поближе рассмотрю. Вроде все камни на месте. Или мне кажется, я плохо вижу. Или есть потери. Мне кажется, что вот есть потери здесь. Поэтому... Не знаю. Я потом поподробнее вложу в тележку. Потом рассмотрю поподробнее. Так. Вот интересная брошь. Красивая такая, стильная. Тоже за 8 долларов. Видите, цены здесь тоже не маленькие. Маркировок нет. Но она мне нравится. Тяжелая, хорошая, качественная вещь. Видно, что брошь хорошая. Так. Ну, видите, вот все наши интересные серьги за 8 долларов. Но это, скорее всего, современные. Так. Что это за сережки? Что это за символ? 4 доллара. Что-то буквы какие-то, не знаю. Ну, не Гуччи, правда. Может быть, Гес. Какие-то Джи-Джи. Так, здесь что-то... А, это зажим для... Зажим для платка. Это брошь. Какой-то шиномонтаж. Тоже за 8 долларов. Так дорого ее оценили. Но она мне не нравится. Из цепочек. Красивая перышко. Ничего такого сильно винтажного супер-пупер я не вижу. Так, здесь у нас очки. Украшений нет. Перейдем, переходим к другому стенду. Такой же там висит на другом стенде. В общем, очень много всего здесь. Накручено. Так, здесь... В основном какие-то значки. Вот такая шляпная булавка. Большая. Громоздкая. Вы знаете что? Я не могу сказать, что здесь что-то очень такое замечательное, интересное есть. Того, чего нету в магазине, который я езжу ближе. А главное, цены. Меня просто поразило, что в такой дали от цивилизации цены тоже немаленькие. Так. Тут еще у нас есть... Давайте я перейду с другой стороны и объеду. Можно сказать, что суббота. Все разобрали, набежали любители. Сейчас я подвину свою телеску. Так, что здесь интересного? Интересная брошь вот такая за 8 долларов. Здесь она не маркирована, то... Я не знаю, девочки. Не маркирована. Что-то дорого, правда? Очередная розочка. Но маркировок тоже нету. Стоит она 6 долларов. Наверное, не буду брать. Есть вот такая очень красивая... Вот такая очень красивая брошь. Я думаю... За 8 долларов. Я думаю, что она современная. Какой-нибудь Китай. Хороший такой, качественный Китай. И я не стану ее покупать. Хотя она очень красивая. Все-таки я уже как-то стараюсь... Стараюсь... Интересная застежка. Я думаю, что это винтажные серьги. Здесь есть маркировка, и мне кажется... Нет, маркировки, наверное, нету. Симпатичные. Они симпатичные, но... Ну, может быть, не стоило приезжать сюда в субботу. Но у меня нет другого дня, другого времени. Потому как я работаю, я не могу добраться сюда. Другой день. Только выходные. Так, здесь еще есть вот такая. Вот такой стенд. Который мне тоже интересен. Смотрите, какие интересные бусы. Очень старенькие, но... Такие странные. Ну, в общем, короче. Мои ожидания были более высокие. Честно вам скажу. Причем они? Потому что я думала, что все-таки... Четыре доллара. Все-таки так далеко я уехала. Думала, что вот здесь я что-то себе нарою. Ну, кое-что я нашла. Но сказать-то что-то такое. Ах и ох, нет. Нет, нет, нет. И главное, цены. Цены совсем... Совсем недешевые. Красивая брошь. Там еще очень были красивые. Вот здесь за прилавком под стеклом вещи. Но я... Но я такие дорогие, что я даже не знаю. Стоит ли мне вообще даже рассматривать. Что за красавица? Красавица безымянная. За восемь долларов мы ее, наверное, оставим. Вот такие серьги. Из... Ой, серьги. За десять долларов. Бусы. Из стекла. И вот такие интересные... Вот такие интересные клипсы. Без маркировок. За шесть долларов. Такие вот большие... Большие шары. Так. Здесь вот... Интересная тоже брошь роза. За пять долларов. Но она, конечно, современная. И... Ничего особенного из себя не представляется. В плане коллекционирования. Хотя красивый образ. Вот она. Видите? Какая-то розочку я уронила. Вот такую красивую еще розу я уронила. За шесть долларов. Большую, красивую розу. По-моему, на ней нету никаких маркировок. Даже не знаю. У меня этих роз много. Так. Бабочка с жемчужинкой. Тоже ничего особенного. Здесь были симпатичные сережки. Вот. Вот эти. Как будто бы с камушком. Но не думаю. Нет. Не думаю. Да. В общем, короче. Никаких таких особых сокровищ мне тут не попалось. Хотя... Надежды были. Надежды были большие. Главное, я так далеко. Так долго ехала. Столько бензина спалило. Блин. Может быть, я что-то куплю сейчас из-за прилавка. Раскошелюсь. Потому что здесь есть действительно красивые вещи. Хороший жемчуг, кстати. Такой тяжелый. Видимо, из стекла. Смотрите, какая красотка. Вы знаете, я люблю такие. Такое ощущение, что уже кто-то тут до меня 8 долларов. Без маркировок. Но замочек винтажный. Такое ощущение, что кто-то тут уже до меня гулял. Смотрите, их две здесь. Вот одна. И вот вторая. Колье, я имею в виду. Но у меня так их много. А они стоят 8 долларов. Не дешево. Я у себя в моем магазине покупаю их за 4. Поэтому я, наверное, их здесь оставлю. Хотя вот это вот прям реально, реально красивое. Не просто какие-то вот такие вот, знаете, кристаллики. А прям красота. Не знаю, брать не брать. Что-то дороговато. Так, это чего у нас? Кости. Вряд ли. Здесь что-то интересное. Но современное. Современное. Я в этом магазине первый раз. Поэтому я, честно говоря, немножко опасаюсь, что меня здесь прогонят со съемкой. В некоторых магазинах они не разрешаются. В тот магазин, в который я хожу, я уже поняла, что меня уже не трогают. Так я уже как бы там обнаглела. А здесь я немножко, немножко, немножечко скована. Вот эти интересные вещи с белого металла. Я знаю, что они, есть коллекционеры, которые вот именно их собирают. Стоит оно 4 доллара. И это, вы знаете, трифари, по-моему, да? Трифари. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот просто так за 4 доллара висит трифари. Безымянные вещи стоят по 8. А это вот белым покрытое. Я знаю, что есть такая линейка. Видите, оно немножко с повреждениями. Но все равно я его возьму, наверное, потому что цена хорошая. И это довольно редкая, редкая вещь. Так. Все-таки я кое-что нашла. Но, видите, надо покопаться, хорошенечко посмотреть. Сейчас я, наверное, выключусь и еще поковыряюсь здесь, знаете. Потому что без камеры всегда лучше получается у меня, чем с камерой. С камерой я все-все... С камерой я много чего, так скажем, пропускаю. Еще наушники забыла сегодня. И, в общем, все у меня сегодня пошло не по плану. Ну, вот, знаете, буду знать, что в этот магазин нет смысла мотаться. Зато я попробовала. Очень мне хотелось сюда съездить, посмотреть, стоит ли оно там. Или не стоит. Теперь я знаю, что, наверное, не стоит. Потому что все имеет свою цену. Бензин испарила больше, чем я... Чем я это самое... Нашла чего-то. 10 долларов. Вещь не маркированная. Красоты особо в ней такой уж безумной нету. Так что... Ну, симпатичная брошь, но за 10 долларов, опять же, в моем магазине я такую могу купить дешевле. Так, давайте продолжим еще здесь. Посмотрите, какая красота. Не отписано. За 6 долларов. Ой, ну это что-то вообще. Тут вот какой-то замок такой. Ну, прям... Прямо... Прямо... Прямо ой. Так, смотрите. Интересные клипсы. За 8 долларов. Дорого. Здесь... Они такие под Шанель. Надеюсь, они маркированы. За такую цену. Но нет. Маркировки нету. Хотя, явно такие из 80-х. И вот интересная брошь за 4 доллара. Вот она винтажная. Правда, маркировки, скорее всего, нет. Но они... Здесь уже кто-то искал. Не нашел. Я положу в тележку. Там подумаю. Там решу. Так, что это такое интересное? Смотрите, какое интересное. Ну, это что-то самодельное. Застежка Тога, скорее всего. Ну, какие интересные бусины. Здесь очень интересный кулон. Красивый. Так, что это? Ничего. Так, здесь что-то тоже такое. Зашибись. Такое колье. Вот такое колье. И вот такая вот красота. Невероятно. Просто невероятно. А, вот еще похожая брошь. Посмотрите, тоже. Все же мчужинки на месте. Маркировок, по-моему, нету. Длинная игла. Брошь явно винтажная. 6 долларов. Она стоит. Тоже возьму. И, наверное, возьму. Потому что красивый браслет. Красивый еще один браслет за 6 долларов. Смотрите, какой симпатичный. Застежка. Интересно. Маркировки нету. Но он произойдет впечатление какого-то качественного, хорошей вещи. Ложу в тележку. Там тоже поковыряюсь. Поковыряюсь с ним. Так, что еще здесь? Ну, все. По-моему, мы все здесь перелопатили. Выключаюсь, девочки. Посуды здесь тоже как-то мягкие. Симпатичная японская чашка и блюдца. Но по 10 долларов. Ничего дешевого. И она побитая немножко. Хотя, конечно, очень красивая. Вот эта чашка и там вы видите блюдца. Она подешевле. За 8 долларов. Это английский. Английский фарфор. Королева Анна. Но у нее тоже вот какое-то здесь повреждение. А вот и эта симпатичненькая за 6 долларов. Подешевле, чем в моем магазине. Вот эти, значит, тоже английская чашка. И блюдца вот такое. Но не знаю. Не могу сказать, что это прямо... Я аж сомлела от красоты этой. Ну и все. Как-то не особенно у них тут с чашками. Зато куча всяких чайников здесь. Ну, в общем, с чашками не густо, не густо. Вот. Вообще за 4 доллара. Но это что-то, наверное, современное. Не знаю. Может, хотя тоже написано, что это английское. Ну, короче, есть кое-что. Но ничего такого супер-пупер красивого, что я иногда у себя в магазине нахожу такие прям, такие великолепные, красивые вещи. Смотрите, какой симпатичный молочник. По-моему, да. Сделан в Англии. Очень нежные цветочки. 4 доллара стоят. Такой пыльненький, старенький. Очень даже интересный. И вот, смотрите, все вспомнили, что это такое сервиз Мадонна. Но, во всяком случае, очень похоже. Помните, какие были эти сервизы? Как они были популярны? Как все должны были иметь такой сервиз? И достать его? Купить было невозможно. Можно было только достать. Можно было только по большому-большому блату. Стоило вам каких-то там сумасшедших денег. По-моему, эти Мадонны сервизы были немецкие. Вот тоже типа такой сервиз Мадонны с облезлой ручкой. Интересный золотой. Смотрите, какой чайник. Уже не Мадонна. Прям весь такой золотой. И вот такой вот интересный чайник. Китайский, наверное, потому что с драконами. И еще немножечко, по-моему, еще мы сейчас найдем что-то из сервиза Мадонна. Наверное, во всяком случае, похоже. Что-то, наверное, ностальгия и воспоминания накрыли всех моих зрителей. Так, девочки, ну что? Сегодня у нас видео будет называться «Абман ты и ожиданий». Ничего интересного здесь нет. Значит, «Абман ты и ожиданий» и «Надежды». Значит, ну из того, что я пока везу, значит, я возьму вот, наверное, вот этот рефарик. Краун-трефари, по-моему, вот этот значок означает. Да, оно немножко... Есть какие-то повреждения, но я знаю, что есть прямо вот... Я уже говорила вам, коллекционеры, которые собирают именно вот такие вот белый покрашенный металл. Потом, значит, вот эту брошку я еще рассмотрю. Мне кажется, она не потери. Я ее повешу назад. Вот мне кажется, что здесь не хватает каких-то камушков. Вот эту возьму, наверное, она винтажная, симпатичная брошечка. Эту тоже возьму, потому что она, ну, такая интересная, да. Вот эта винтажная брошь и вот эта винтажная брошь тоже симпатичная. Вот этот браслет, я, честно говоря, так и не поняла, что с ним и к чему. Мне кажется, что он какой-то непростой, правда? Маркировок я не нашла, да? Или... А нет, здесь маркировка. О, видите, как хорошо, полезно. Давайте смотреть. Так, это Эйвон. И мне он нравится. Мне кажется, что он достойный довольно. Интересно узнать, такой плотный браслет. Две жемчужинки симпатичные. Хорошо сделаны, качественно. И вот это украшение, честно говоря, я не знаю. Это Чикос, я уже говорила. Чикос очень у нас популярный. И такой считается не дешевый бренд. Но само вот это вот, сколько оно стоит? 6 долларов. Ну, интересные вот эти вот, смотрите. Вот эти монетки здесь как будто бы, да? Мне нравятся монетки. Мне не очень нравится вот это вот дешевое вот это пластиковое. Может быть, стоит купить и перевесить их на что-то другое. И так он ничего интересный, правда, симпатичный. Ну, и Чикос все-таки это... Это какая-то не просто так, не пальцем деланная вещь. Вот, вот это, наверное, только повешу, потому что... Нет, нет потерь. Или есть потери. Вот здесь вот потеряны. Камушек, правда? Да, один. Один точно потерянный, жалко. Или взять с идеей починить. Но они не совсем так стоят. Вот 5 долларов, знаете ли, ни один и ни два. И немаркированные украшения. Если была бы какая-то маркировка и что-то было бы такое, скажем так, ну, что-то очень хорошее. Можно было бы взять такое с потерей. А так, жалко за 5 долларов. Лучше я куплю что-то здесь более... Здесь есть красивые вещи. Пытаюсь найти снова. Не пропустила Илья маркировку какую-то, потому что, может быть, это... Да, что-то ценное. Нет. Хотя, видите, иголочка такая старенькая. Видно, что украшение старенькое. Ну, не знаю. Дороговато для украшения с потерей. Просить скидку у них бесполезно. Когда просишь скидку, они говорят, вот если бы оно было без потерь, оно бы стоило 10 долларов. А так, то, что оно стоит вот 5 долларов, это потому что оно уже с потерями, и вот так оценили. В общем, не знаю. Подышу, посмотрю, может быть, что-то за прилавком. Там поспрашаю, поразбираю. Не знаю, сниму ли или нет, потому что боюсь здесь снимать. Но магазин меня могут распогнать со съемкой. Ну, а на сегодня все. Сегодня мы в игрушках, видите. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Байби.